Я уже давно работаю в шоу ледовых разных, то есть уже это практически лет 15, как я в ледовых шоу работаю. И церкви «Солей» до сих пор не открывала никаких ледовых шоу. И вот в прошлом году они начали искать людей, и совершенно случайно мне позвонила моя знакомая, которая уже здесь была, работала, поступила на должность фигуриста. Она мне позвонила, сказала, что вот мы ищем людей, вот как раз подходит по твоим параметрам парень, который может сделать такую роль, выполнить такую роль. Я отправил им свое видео, и буквально через пару дней они мне выставили подтверждение, что мы готовы вас взять, и я оказался буквально там за пару дней, я получил эту работу здесь. Пригласили вот на шоу «Кристал». Роль была моя как парник, кататься в паре у них. Тут получается целая история про девочку, которая попала под лед, прода и оказалась в другом совершенно мире, и где все действие происходит, получилось как бы на льду. Вот, и, соответственно, нужны были люди, которые будут кататься и выступать роль как фигуристов, и я довольно-таки подходил на эту роль, и моя роль была, в принципе, известна в разных ролях тут. То есть не только я в одном каком-то номере выхожу, то есть в течение всего шоу я выхожу, не знаю, ну раз, наверное, 5-6 точно в разные номера. То есть и в каждом номере какая-то своя небольшая роль я выполняю. Есть, конечно, основной номер, где я катаюсь, как полностью целую там секцию этого шоу. Вот, это у нас такой вальс, где мы катаемся в парах, делаем разные караватические трюки, поддержки, выбросы, вращения. То есть классическое парное катание, в принципе, получилось так, но это вливалось в историю про «Кристал». Определенных требований они не выставили. То есть получилось так, что то, что я им показал, весь свой набор того, что я умею делать, всю свою историю, шоу, где я был, именно так показалось этого достаточно для того, чтобы меня взять. Я в русском цирке работал, и там научился капотическим всяким трюкам, полетам на ремнях, научился еще каким-то дополнительным вещам, цирковым жанрам. И как раз это все пригодилось в данный момент, в данном шоу. И начиналось все с моего города, я работал в наших шоу в городе, потом меня пригласили в цирк русский. Я проработал в русском цирке где-то около года, мы работали там с запашными. После этого меня пригласили работать в Латинскую Америку. И в Латинской Америке я проработал почти 5 лет. Потом было у меня следующее предложение, я переехал в Америку и работал уже в парках. Есть парки такие, как Диснейленд парк, Адвенчер парк там. И внутри парка там сделаны площадки, где можно было кататься, делать шоу. И вот проработал там какое-то время, после чего перешел кататься на корабли. Круизные лайнеры? Круизные лайнеры, да. Да, новые Круизные лайнеры довольно-таки большие, там тоже сделаны лед, ледовая площадка. И тоже сделалось шоу, довольно-таки хорошее шоу, хорошие фигуристы, хорошего уровня фигуристы. После кораблей практически у меня получилось, я попал сюда, в цирк Дисолей. Да, конечно, я хотел и ждал этого момента, когда цирк Дисолей сделает свое шоу. Было мне очень интересно, как они это сделают, как они это увидят, как они это все обыграют. Ну, считаю, получился хороший проект. Честно говоря, я вот на данном месте считаю, это будет лучшее место работы. Ну, условия, как они относятся к артистам, как они делают для артиста все, как наши графики располагаются, зарплаты. Практически все условия, то есть они создают для артиста, чтобы он себя чувствовал комфортно, более некомфортно. Потому что все равно у нас жизнь такая, что мы постоянно передвигаемся и сложно сделать так, чтобы человек чувствовал себя спокойно и комфортно. Да, удобно. Клайне как артист выступать, ну, это, конечно, вообще круто. То есть ты попадаешь в такую атмосферу просто нереально фантастическую. То, что они сделают, то, что они придумывают, какие вещи, и ты в этом находишься, ну, это класс. И когда ты выходишь на публику, это, конечно, захватывает. Вообще, когда только приехал первый раз, было всего два человека русскоязычных в самом начале. То есть был я с Россией и еще один мальчик с Украины. Он акробат. И вот в течение года там люди снова меняются, кто-то выходит, кто-то приходит. И еще добавилось у нас раз-два, еще три человека добавилось. Россия, Украина, все очень лояльны друг к другу, все довольно-таки дружны. Все находятся на одном уровне, все понимают, что мы работаем в команде. И у нас все шоу построено, в принципе, мы в команде. А если получится, конечно, планирую в Америку перебраться. Потому что последние уже, наверное, почти лет 15, а в работе и здесь, и более привычно. Мы перемещаемся каждую неделю у нас в Новый Город. Каждую неделю. Да, смешалось очень много. То есть прошло уже сколько недель, получается? 52 недели, больше 50 недель. То есть получается где-то около 60 городов мы проехали. Начиная, начали с Луизианы, поехали наверх до Канады, обратно вниз до Флориды, с Флорида обратно вверх, опять до Канады. Потом West Coast, East Coast. В принципе, мы уже проехали зигзагом всю Америку и Канаду. Сложно. Это, наверное, одна из самых таких проблем, самых насущных. Ну, я считаю, на мой взгляд. Чтобы была семья и работать в цирке, в шоу разных. Хорошо, когда семья с тобой, да? В данном случае чаще всего происходит, что семья дома, ты ее редко видишь. И отношения это очень тяжелые. Общаться на расстоянии не так-то легко это. Но часто семьи создаются внутри коллектива. И в том случае, в этом случае, как бы намного проще. И люди довольно-таки долго перемещаются вместе, работают вместе, рождают детей. И через пять лет давайте такой сценарий сыграем, что я, наверное, буду где-нибудь тренером. Либо это будет тренер по фигуровому катанию. Я буду кататься с детками, передавать свое мастерство. Либо, если в лучшем варианте, может быть, в цирке Дюссалей буду работать. Каким-то тренером, консультантом. Может быть, каким-то менеджером. Я попробую сейчас. Потому что для меня это новое, да. Но если будут какие-то варианты, например, в цирке Дюссалей остаться, так как мне это очень понравилось, как они вообще ведут бизнес свой, то почему нет? Ну, конечно, бы хотел просто бы на одном месте уже. Это не будет передвижения. На одном месте, на одном городе. Дом, семья. Дом, семья.